2017 год в России был объявлен годом экологии. Сегодня в студии Нового дня мы будем говорить об итогах Алданского района в сфере экологии. В связи с этим в нашей студии гостит Владислав Александрович Колчанов, руководитель Алданского комитета охраны природы Республики Сахай-Якоти. Владислав Александрович, здравствуйте. Доброе утро, Андрей. Президент страны в начале года поставил ряд задач. Каковы были задачи и какие из них уже выполнены? Да, действительно. Владимир Владимирович Путин в 2017 году обозначил три основные цели, по которым отработало и наше министерство, и наше муниципальное образование. Цель – это привлечение общественности к экологическим проблемам и к решению проблем в России. Второе – это сохранение экологического биоразнообразия. И третье – это экологическая безопасность наших регионов. Вот в рамках этих блоков мы и отрабатывали на территории Алданского района. Вот буквально через 2-3 часа будут подведены итоги года экологии в Республике. Ну а я кратенько остановлюсь на итогах по Алданскому району. Вообще мы подошли, и наш комитет, и муниципальное образование к этому событию достаточно основательно и внимательно. Для нас это, конечно, такое знаковое событие, все-таки год экологии. Он уже в течение 4-х лет – это второй раз у нас, да, в 2013-м был год охраны окружающей среды, а вот в этом году – это год экологии и особо охраняемых природных территорий. Поэтому все те мероприятия, которые были на территории Алданского района, как раз касались вот этих трех направлений. Ну, кратко я могу сказать, что вот в области, например, обращения с отходами. Да, действительно, ситуация тяжелая. Она тяжелая не только в Алданском районе, она тяжелая во всей Республике. Но, по крайней мере, самая грязная мусоросвалка Алданского района – это Куранахская. Она была все-таки приведена в более-менее вид. Была сделана обваловка, были поставлены аншлаги. Да, свалка будет закрыта, но теперь она не пугает своим видом, по крайней мере, население поселка Нижнего Куранах. Что касается водных ресурсов, тоже проблема достаточно сильная и большая. Это сброс стоков в наши водотоки от жилищно-коммунального комплекса. И у нас такое предприятие большое, значимое – это АО «Теплоэнергосервис», который фактически эти виды работы производит. Вот нам удалось совместно с природоохранной прокуратурой в этом году добиться определенного сдвига. Все-таки мы, самое главное, не те штрафы, не те ущербы, которые мы посчитали, а все-таки мы достигли того, что начали понимать само руководство данного предприятия и те органы, которые решают эти вопросы. Я думаю, что механизм уже найден, решение его будет в ближайшее время. Но главное, что механизм найден. Найден механизм. Александр, еще какие-то изменения в области животного мира произошли? Да, конечно. Здесь что бы мне хотелось сказать. Во-первых, мы всегда считали, что у нас достаточно стабильная ситуация по всему нашему району. Но когда мы делаем зимний маршрутный учет, мы видим, что животные, вот все особенные дикие животные, они находятся в пределах 50-60 километров от населенных пунктов, от тех крупных поселений и так далее. Но мы наблюдаем увеличение численности медведей, численности волков и численности соболя. Вот соболь, самое главное, у нас квоты достигают 7-8 тысяч особей. Но при этом, значит, мы видим, что вот этот наплыв, это как раз увеличение этого соболя идет к уменьшению, например, боровой дичи. Поэтому вопрос есть, надо его просто будет решать. По волкам, конечно, мы уничтожаем в течение года данных около 100-120 особей. Но проблема все равно остается, особенно для коренных малочисленных народов Севера, где имеются достаточно большие стадо оленей и так далее. Ну, известно, что Алданская территория, это та территория, над которой как раз-таки осуществляется запуск ракет. Какая работа проводилась в ближайший месяц и по исследованию, по поиску? Да, вы, наверное, все знаете, то, что в октябре месяца был произведен второй запуск ракеты-носителя «Союз-2М» с космодрома «Восточный». Нам была поставлена задача провести полностью, значит, экологическое сопровождение данного объекта. Эту задачу мы выполнили полностью. Мы провели определение фоновых показателей до падения створок-обтекателя на территории Алданского района и после падения данных створок. Были отобраны пробы. Мы нашли два фрагмента, все-таки нашли два фрагмента обтекателей. Пробы показали, что никаких изменений ни по химическому составу, ни по радиационному фону нет. То есть мы говорим, что да, что тут можно нам сильно не беспокоиться. Большое спасибо вам за то, что пришли утром, рассказали, подвели итоги года экологии по Алданскому району. Самое главное, что никаких изменений не обнаружено.